К нам подключается Фекрет Садыхов, дипломат-политолог. Фекрет Майм, здравствуйте. Добрый день, Эли. Мы видим, что сейчас творится в Карабахе. Сегодня у сепаратистов так называемые выборы. То есть их верхушка держит свое собственное население в заложниках, политизируя ситуацию. И самое главное, Армении сепаратисты пытаются, естественно, отвлечь мировое сообщество от основного мирного процесса, который сейчас практически они и завели в тупик. Как вы все-таки думаете, может ли в целом эта ситуация и все провокации, которые в последние дни не совершает Армения, сподвигнуться на более радикальные, уже более решительные меры со стороны Азербайджана? Откровенные, неприкрытые провокации, конечно же, абсолютно ни к чему не приведут. Армения останется в той ситуации и столкнется с еще большими сложностями, с которыми она столкнулась буквально недавно после того, как Азербайджан освободил свои территории в течение 44-дневной войны. Не хотят они признавать ни норм, ни принципов, ни положения международного права. Они не хотят устанавливать мир с Азербайджаном. Их, видимо, не интересует ни безопасность, ни стабильность в регионе. И даже, может быть, права этих этнических армян, которые проживают в Карабахе. Все просто на уровне лозунгов, обещаний, каких-то призывов к помощи со стороны ведущих держав, каких-то политических сил. Они на кого-то надеются. Но я убежден в том, что они прекрасно понимают, что никто, ни одна страна не будет за них воевать здесь с Азербайджаном. Ни Франция, ни Америка, ни тем более Россия. Это все блеф. Это все результаты этих политических амбиций. Но они имеют, конечно же, свои цели, свои задачи. Привлечь внимание мировой общественности, проармянских сил. Вот таких, как Анна Идальга, или Меркс-Расбурга, Багдасарян. Или же, допустим, каких-то американских, проармянских сил, которые засели в Конгрессе, и которые избираются на деньги армянских избирателей. Вот это вот все в комплексе, конечно, их, видимо, воодушевляет. И помогает, так сказать, делать хорошую мину при плохой игре. При этом есть и второй фактор. Пашинян понимает, что положение у него шаткое. Все это нацелено и на внутриполитическую аудиторию. У него же сейчас появилось очень много оппонентов политических. Это и реваншисты, и радикалы, и карабахский клан, который рвется к власти. И всех их надо успокаивать, им всем надо что-то обещать, демонстрировать из себя героя, политика, который в состоянии противостоять Азербайджану. Он нам угрожает пальчиком, делает глупые, противоречивые, абсолютно безосновательные заявления. Но мы уже за годы его премьерства привыкли к его вот такому поведению. Поэтому он каждый раз получает, ну, если грубо говоря, шелчок по носу. Адекватный ответ на каждые действия, будь то в Кельбаджаре, были в Шушинском направлении. Сегодня он нацеливает свои вооруженные силы на Нахчеванскую автономную республику. Но он получит самый адекватный ответ в десятикратном размере. Я думаю, что никакие призывы к мировой общественности ему не помогут. Ну вот о призывах как раз-таки в скором времени должно состояться, как мы знаем, очередное заседание Совета Безопасности ООН. И мы, конечно, понимаем, что вот все эти провокации Армении с этим и связаны, чтобы в очередной раз обвинить Азербайджан. А вот чего хотят все-таки добиться через Союз Безопасности ООН? Чтобы приняты резолюции, они действительно в это верят? Или, ну, Совет Безопасности ООН уже состоялся один раз по инициативе Армении. И чем он завершился, тоже известно всему миру. И в том числе, в первую очередь, Армении. Попытка не удалась. Полная фиаско, дипломатический провал. То есть Совет Безопасности не принял ни документы, ни резолюции, ни какой-то, не был обнародован пресс-релиз. И даже заявление председателя Совета Безопасности иногда завершается таким заявлением обычно в заседании Совет Безопасности ООН. Несмотря на то, что председателем Совет Безопасности была представительница Соединенных Штатов Америки. То есть, если они хотят получить очередной провал, политическое фиаско, и опозориться, пусть собирают снова Совет Безопасности. Я думаю, те же страны, которые буквально недавно опозорили Армению, они второй раз подтвердят свою позицию и свое намерение не потакать подобным действиям Армении на площадках международных организаций. Поэтому я думаю, что ни к чему это не приведет. А те, кто поддерживает армян, выступая с какими-то лозунгами, с антиазербайджанскими заявлениями, они это делают целенаправленно. Их, понятно, что финансово очень хорошо обеспечивают. Мы это понимаем, знаем. Для нас это не новость. И выехать на таких принципах, я думаю, Армении не удастся. Мы в любом случае предлагаем и диалог армянам Карабаха вплоть до предоставления продовольственного груза. Но вот, как видите, результат, конечно же, нулевый. Спасибо. Обратите внимание, если бы мы не освободили свои территории, то есть практически почти все территории, кроме Хангенды, освобождены, они, наверное, вели бы себя еще хуже, еще более откровенно. Но наша победа, наше завоевание и наше восстановление территориальной целостности, оно ввело их в такой шок, что они до сих пор от этого вопроса не могут оправиться. Спасибо вам, Фекрет Меолим, Фекрет Садыхов, дипломат, политолог, отвечал на наши вопросы. Продолжение следует...